Когда мы говорим о значении босфилии, ну, про босфилию все знают, что если у вас воспаление, если у вас артрит, артроз, если у вас болевой синдром, то, конечно, босфилия здесь вполне уместна. А почему она уместна? Чем она нам помогает? Она нам помогает, прежде всего, она помогает тем, что в составе босфилии содержится всего лишь два из 11 фитоингредиентов, которые обладают очень сильным противовоспалительным действием. Это сами босфилиевые кислоты в составе босфилии, это пожитник, которого немного, но вот эти два ингредиента, они обладают системным противовоспалительным действием. Формулу босфилия очень легко и необходимо назначать при любых воспалительных заболеваниях, не обязательно, это может быть суставы, это может быть и те же самые колиты, гастриты, любые иты, которые есть в нашем организме. При остеохондрозах, остеоатрозах, артритах, нематойно-антритах, это все лежит как бы на поверхности, но имейте в виду, что воспаление может развиваться за пределами суставов, за пределами костной ткани. И здесь босфилия тоже будет помогать, но тоже работает, потому что она блокирует ключевые элементы воспалительного процесса. Ну, понятно, что босфилия важна для спортсменов, здесь важный момент возникает вот какой. В каком количестве нужно принимать босфилию, чтобы она помогала? Ну, компания совместно с органами, регистрирующими босфилию в Российской Федерации, дают нам рекомендации. Взрослым по одной-две капсулы три раза в день. То есть получается до шести капсул в день. То есть доза достаточно мощная, достаточно сильная, и здесь она, конечно, будет работать более эффективно, чем по одной капсуле два или три раза в день. То есть здесь играет зачастую роль количественный фактор. Обращайте на это внимание мало. Когда употребляет тот или иной наш продукт, важно подобрать оптимальную дозировку, которую бы давала каждому из вас. Хочу подчеркнуть то, что для разных людей индивидуальная потребность может быть очень сильно различаться. Поэтому общая рекомендация для всех, на мой взгляд, сформулировать невозможно. То есть каждый должен подбирать для себя ту дозу, которая лично ему будет помогать. Ну, в отношении воспаления, в отношении процессов, которые связаны с воспалительными проблемами в суставах, я хотел сделать одно небольшое замечание. То, что, естественно, по мере того, что у нас мы не используем контрпротектор, а просто давим боль, подавляем воспалительный процесс, мы проблему по существу загоняем в тупик. Потому что здесь задача борьбы при артрозах, ревматойных процессах, остеохондрозах, заболеваниях суставов, позвоночника, костей. Здесь нужны назначать остеохондропротекторы, которые бы восстанавливали, воспроизводили нормальную ткань. А вот воспалительные процессы тоже мы должны подавлять параллельно. Но, опять-таки, если мы не используем контрпротекторы, то через какое-то время босферия перестает у вас работать. Потому что процесс деградации заходит настолько далеко, что уже ни боль, ни воспаление снять невозможно. Поэтому, назначая босферию, не забывайте про контрпротекторы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok